И вы говорите, что это заменит человека? Нет, нет, для моих задач искусственный интеллект не подходит. Буду все делать по старинке, ручками. Ребят, стоп! В этом видео я вам покажу три способа, как заставить искусственный интеллект выполнять задачи, либо отвечать круто. Я буду показывать, например, ЧАДЖА 5. На мой взгляд, это сегодня один из самых крутых, лучших искусственных интеллектов. Вы можете эти настройки адаптировать под, соответственно, любой искусственный интеллект. Меня зовут Игорь Зуевич. Моя основная задача – это помогать предпринимателям, блогерам, фрилансерам, маркетологам, экспертам, либо вообще обычным людям использовать искусственный интеллект и экономить на этом огромное количество времени и денег, делегируя ему различные задачи. Значит, смотрите, первое, что необходимо сделать для того, чтобы получать от искусственного интеллекта, в данном случае от ЧАДЖА 5, лучшие ответы – это ввести в него так называемые пользовательские инструкции. Что такое пользовательские инструкции? У меня есть подробное видео, как их использовать, для чего они нужны и, соответственно, как их готовить. Но сейчас я вам кратко покажу. Значит, у ЧАДЖА 5 есть возможность внедрить пользовательские инструкции, то есть прописать подробно ту роль, либо дать ему информацию о том, кто он такой, чем он занимается, чем он полезен, в каком формате он должен давать ответы. Значит, какие у него знания есть первичные, какие у него есть основные знания. То есть, грубо говоря, мы в первый раздел вводим информацию, кем является ЧАДЖА 5, для того, чтобы он нам давал не как бы общие ответы на свои запросы. Мы в него четко интегрируем, рассказываем ему, каким экспертом в данный период времени в этом ЧАДЕ он является. И во вторую очередь мы в него вводим, соответственно, формат ответов, которые он должен давать. Например, тон. Например, формат ответа. Это должна быть, может быть, таблица для составления контент-плана. Либо на каком уровне он должен общаться. То есть, он дает ответ для новичка, либо он дает ответ для профессионала, он дает ответ как доктор наук, либо как семилетний ребенок. Он должен ли он приводить какие-то аналогии, должен ли он в конкретном ответе указывать какие-то примеры, должен ли он ссылаться на что-то. Все это мы, соответственно, прописываем во втором столбе. У нас, у меня есть специальный телеграм-канал, где собрано больше 250 различных образов и пользовательских инструкций для ЧАДЖА 5. То есть, там есть для фитнес-тренера, для СММ-специалиста, для маркетолога, для видеографа, для сценариста, для программиста, для специалиста по электронной коммерции, предпринимателя, консультанта, физиотерапевта. То есть, учителя младшей школы, учителя старшей школы, профессора университета. И в зависимости от того, какую роль мы выберем, какую пользовательскую инструкцию мы, соответственно, внесем в него, тот ответ мы и будем получать. То есть, от того специалиста мы и будем получать ответ. Например, глупо спрашивать у фитнес-тренера про диету. Лучше это спросить у профессионального диетолога. А у фитнес-тренера спросить про определенные упражнения, которые необходимо сделать. Дальше все это совместить и получать отличный результат. То же самое с контент-планом. Для YouTube и для, например, Instagram это разные профессии, разные специализации. И лучше спросить это у разных людей. В данном случае у разных образов чат GPT, чем спрашивать все это в рамках одного запроса. Поэтому первое, что необходимо сделать для того, чтобы получать грамотные и четкие ответы в чат GPT, либо если вы используете, например, чат GPT в Телеграме, создали себе специального бота, то тоже необходимо его предварительно обучить и внести в него пользовательские инструкции, для того, чтобы он понимал, о чем идет речь. Например, у нас есть отдельный бот по SMM. То есть, он помогает людям с SMM. Есть отдельный бот, который работает с моими подписчиками в моем Телеграм-канале. Он специально заточен, у него одна задача, у него одни пользовательские инструкции. Есть специальный бот, который создает полноценные контент-планы. То есть, он задает вопросы, уточняющие для того, чтобы создать контент-план. И каждый из них это чат GPT, четвертая версия. Но при этом у них разные пользовательские инструкции. В зависимости от того, что мы внесли в качестве пользовательских инструкций, то мы и получаем, соответственно, в ответе. Поэтому первое, что необходимо сделать для того, чтобы чат GPT отвечал вам правильно и грамотно, и так, как вы хотели, это внести информацию, как бы вы хотели, чтобы чат GPT отвечал и кем он в данный момент является. В одном из своих видео я даже проводил эксперимент. То есть, я с пользовательскими инструкциями задавал один и тот же вопрос. С пользовательскими инструкциями без пользовательских инструкций и получал совершенно два разных ответа. Если во втором варианте, когда мы не использовали пользовательские инструкции, мы получали достаточно вводный ответ, то когда мы использовали пользовательские инструкции, мы получали конкретный, точный ответ на свой вопрос. Второе, что необходимо сделать, когда мы работаем с чат GPT, и он не понимает нас, ну не то, что он даже не понимает, он дает нам неудовлетворительные ответы это вводить его в курс дела то есть нельзя надеяться на то что вот мы им попросим написать мы просто напишем напиши мне контент-план на неделю и соответственно он нам создаст этот контент-план мы должны четко написать для чего нам необходим этот контент-план как мы его собираемся использовать что должно быть в этом контент-план ничего не должно быть то есть мы должны предварительно с ним провести некую беседу рассказать себе о своей нише рассказать о том как часто либо как регулярно вы создали вы создаете контент на какой площадке в какое время выкладывать какая целевая аудитория то есть все это записывается в одном большом промпти и только так задается вопрос неважно еще расскажу где в напрямую в чат g5 либо в ком-то искусственном интеллекте либо это делается через какие-то телеграм-каналы telegram боты там конечно у них функционал сильно ограничен поэтому я всегда рекомендую использовать именно основной основной чад g5 поэтому вводить его в курс дела задавайте вопросы желательно на английском языке на английском языке у них больше база знаний на русский язык к сожалению большинство большое количество данных не переведено поэтому он когда отвечает нам на русском языке он как бы вертится в ма в маленькой базе знаний знаний когда мы задаем prompt на английском языке он вертится большой большой базе знаний больше точнее нам дает ответ и получает соответственно информацию для того чтобы научиться правильно задавать вопросы чат g5 вы также можете просто экспериментировать то есть попросили вопрос написать контент-план дальше в этом контент-плане вы убираете то что вам не нужно либо просите его добавить то что вам крайне необходимо и таким образом не с одного запроса а например пошагово вы доведете свой текст либо свой запрос до идеального и получите тот ответ который будет вас удовлетворять также я вам рекомендую воспользоваться нашим telegram чатом у нас есть больше семи тысяч различных хронтов все что необходимо сделать для того чтобы ввести какой-то пром просто написать написать например нам нужен пром для instagram мы соответственно вводим в поиске instagram и смотрим на те форм ты которые созданы специально для instagram и например нам нужен пром для написания сценарий для релс мы соответственно вводим prompt и ищем сценарий для релс и просто его вводим в чат же 5 он нам дает уже полноценный ответ промты на русском языке промты на английском языке больше всего больше 7000 различных промтов которые вы найдете практически для всех ниш для любого направления которые вас вам точно у вас точно будут ульту удовлетворять ответы при введении этих промтов поэтому ссылка на телеграм-канал находится под этим видео обязательно перейдите зарегистрируйтесь подпишитесь на канал и узнаете информацию как соответственно получить доступ к этой базе знаний ну и третье что необходимо сделать и для того чтобы чат g5 или более искусственный интеллект отвечал на ваш конкретный запрос и отвечал так как нужно вам это создать полноценного g5 агента либо g5 бота например из свежих например примеров либо кейсов мы запускаем сейчас телеграму в рекламу в telegram с и для этой задачи я создал специализировано за помощника по telegram ads и смотрите я в него выгрузил тем полную техническую документацию по telegram ads и также выгрузил который есть от самого telegram ads и также выгрузил подробные кейсы с примерами как telegram ads соответственно помогал там набрать большее количество аудитории большее количество подписчиков соответственно по минимальной цене вот эти вот все данные выгрузил по написал небольшую инструкцию даже вот на русском языке она написана и после этого telegram ads уже полностью был специалистом в конкретно в теле по telegram у меня например некоторые объявления не проходили модерацию когда они не проходили модерацию я просто в telegram ads скидывал это объявление и скидывал соответственно проблему которые указывали мне модератор и мне telegram не под и вот это вот специализированный агент очень же 5 специалист по telegram ads соответственно рассказывал что может быть не то почему к этому объявлению придрались как его скорректировать и соответственно как сделать так для чтобы этом это объявление либо следующее объявление было более-менее похоже на то что придумал я но при этом оно прошло модерацию и выуде я все удивлюсь мои все объявления после такой вот небольшой справки либо консультацию telegram ads они все быстро проходили модерацию не за счет за не за несколько недель а за несколько дней я прошел больше 8 ну то есть у меня сейчас запущено больше 80 различных объявлений в telegram ads и они все проходят модерацию вот так вот очень быстро за счет того что у меня есть такой помощник я не знаю сколько бы я сам потратил время на то чтобы создавать эти рекламные объявления но этот кейс уже показывает о том как можно его использовать также у меня есть специальный помощник по созданию сценариев для рилс то есть я в него выгрузил свои наиболее как сказать не популярные а те рилсы которые набрали мои сценарии для рилс который я писал сам которые набрали большое количество просмотров я их скинул все сюда сделал градацию по просмотрам об этом подробно рассказал тоже в отдельном видео и после этого я получаю рилсы то есть получая сценарий для своих рилсов с помощью искусственного интеллекта просто написав ему напиши мне сценарий для рилс ты знаешь там просто напиши мне сценарий для рилс для моего профиля и все он уже понимает он анализирует те посты которые я в него те сценарии которые я в него выгрузил анализирует правила площадки и пишет мне именно то сценарий который мне удовлетворяет либо выдает не идеи для моих сценариев которые мне нужны которые меня удовлетворяют очень удобно поэтому g5 агенты это третий способ как улучшить ответы от искусственного интеллекта я надеюсь что это видео было вам полезно обязательно поставьте мне нравится под этим видео посмотрите другие мои видео про искусственный интеллект их огромное уже количество на канале с вами был игорь зубьевич обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал ссылка находится под этим видео в закрепленных сообщениях либо в описании пока